Всего 20 километров от Твери. Деревня Отмичи и близлежащая к ней территория на протяжении многих веков были особым местом почитания святых благоверных князей Бориса и Глеба. В 1015 году князь Глеб спешил в Киев, чтобы проститься со своим отцом князем Владимиром. На Кургане неподалеку от этой территории конь Глеба споткнулся. Князь упал, потеряв при этом висевшую на шее золотую гривну. Те, кто окружал князя, предлагали ему не ехать в Киев, но он не послушался и через несколько дней был убит около Смоленска, зарезан на берегу реки Днепра. А место, где он упал с коня, стало почитаться народом, эту гривну искали, считалось, что она приносит счастье. Позже рядом с этим местом построили монастырь, а затем на его территории был воздвигнут храм в честь святых Бориса и Глеба. В то время прихожан здесь было очень много, но после польско-литовского нашествия монастырь вместе с храмом был разорен. Церковь построили заново, но и ей простоять долго тоже было не суждено. В 30-е годы ее снова разрушили. Строительство того храма, который прихожане посещают сейчас, началось пять лет назад. Сейчас служба в нем проводится уже регулярно. При проектировании строительства храма за образец был взят храм времен как раз жизни святых старостотеца Бориса и Глеба в Византии. В Афинах есть такая церковь святых Феодоров, и здешний храм – это его копия. В день памяти перемещения мощей святых Бориса и Глеба в храме прошла божественная литургия. На нее пришли десятки прихожан, которые терпеливо ждали возрождения исторического храма. Ну, замечательно, я считаю, потому что вот духовной пищи все равно людям не хватает. Вот и мы, конечно, все очень рады, что у нас тут храм. Храм Бориса и Глеба, ну, замечательно, конечно, в византийской архитектуре. Здесь такая Малая Греция у нас, да, под Твери образовалась, как-то совершенно нечаянным образом каким-то мы сами не верим, что это произошло, но тем не менее. Тишина, спокойствие, умиротворение, вот, и ты чувствуешь место там, где живет Бог. Сейчас работа по возрождению обители еще продолжается. На территории подворья планируется восстановить трапезную и колокольню. Анастасия Зацепина, Андрей Ишибаев, ТвериГрадТВ.